Недавно группа компаний «Ростельмаш» запустила собственный завод по выпуску коробок передач, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники. И это очередной пример импортозамещения не на бумаге, а по факту. Вот только совладелец группы «Ростельмаш» Константин Бабки на конференции Ассоциации «Росспецмаш» внезапно заявил, что при нынешней стоимости металла этот проект не имеет никакого коммерческого смысла. Оказывается, отечественные машиностроители закупают металлические заготовки для шестерён почти в четверо дороже, нежели китайские компании. Причём ситуация касается не только трансмиссионного завода. По словам Константина Бабкина, в аналогичной ситуации находятся компании, выпускающие прицепную технику. Они получают субсидии со стороны государства при производстве осей, но оси эти тоже выходят дорогими. Чтобы разрешить проблему, машиностроители предлагают повысить размер госсубсидий, поднять ввозные пошлины, снизить налоги, а также организовать поддержку экспортеров. Кстати, об осях. Мы уже рассказывали, что выпуском осей для прицепной техники давно занимается «Тонар», а теперь это направление освоил КАМАЗ. Однако помимо осей есть и другие технологичные компоненты. Например, рефрижераторные кузова, для производства которых нужны огромные сэндвич-панели. И в этом преуспел рязанский завод CTTM, ныне «Meyer Cargoline», где «Meyer» — это аббревиатура от английского «Make your easy ride», то бишь «сделай свою поездку лёгкой». На этом предприятии установлена автоматическая станция, из которой выходят 18-метровые изотермические вафли. Такой размер позволяет делать борта цельными, а значит, не имеющими терморазрывов. Мы для себя поставили задачу каждый год прирастать в два раза. И если там по прошлому году мы закрыли, ну, больше двух тысяч полуприцепов, то на этот год у нас планы рассчитаны производственной мощности на пять тысяч полуприцепов. И очень рассчитываем, что у нас всё получится, а мы для этого всё делаем. То есть мы в этом году запустили новый цех, мы вводим дополнительное оборудование для расширения производства, мы построили две лакокрасочные камеры, мы установили автоматический дробимёт, мы ждём роботизированные стенды для сварки, мы строим дополнительно новый цех. Ну а задача на ближайшие годы — выйти в лидеры по выпуску полуприцепов. А для этого придётся опередить подмосковный «Тонар», калининградский «Грюнвальд» и принадлежащий КАМАЗу «Туймазинский ТМЗ». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова